Герои сегодняшней рубрики «Наболело» 13 лет, 13 лет терпели проблему в своем доме и почему-то именно сейчас обратились к нам. Что же такого случилось в этом доме, узнаем из рубрики «Наболело». Улица Красина, 47, вроде бы обычный жилой дом, но как говорят жильцы верхних этажей этого дома, здесь у них и зимой, и летом, и весной, и осенью в квартирах льет дождь. А дождь этот льет в комнате Аиды уже 13 лет. Вы только вдумайтесь, 13 лет! И все это из-за прохудившейся крыши. Однажды ее даже как-то чинили, но результатов никаких не было. Аида даже сняла видеопотопы ее комнаты. Сегодня ей остается показывать очередные последствия дождя. Все вот сырое здесь до сих пор, я не знаю, можно провалиться, если все так и так же будет. Там соседи прям уже? Да, а там ремонт, евроремонт. То есть, если что-то будет, то они засудят просто их. Из-за этого, то, что у нас здесь все капает, и то же тазики, которые мы ставим постоянно, они не помогают. То есть, такие вот, за ночь может набежать, ну, половина детской ванны. Проблема не заканчивается только отсыревшим полом. На стенах не держатся обои. Вон у нас одни подтеки, шторы, плесень. Аида бесконечно звонит в ЖУ-34. Именно они обслуживают этот дом и бесконечно пишет. Прошу починить кровлю, он от моей комнаты пробегает до половины комнат. Потом вот, 26, 10, 15, опять. Вот, потом опять 26, 10, опять то же самое. Это вот столько у вас заявлений? Да. Это еще не все. Это еще не все, это они еще утеряли. Правда, сегодня рабочие все же приехали и сбили сосульки с крыши. Сегодня моя мама им сказала, через окно, сказала, так вы что, сосульки-то у нас сбиваете, нам надо крышу, чтобы лед собрали. Они ее, честно говоря, там, стыдно сказать, они ее послали. То есть, и сказали, если она не уберется отсюда, мы ее лопатой дадим. Поэтому Аида решила теперь разговаривать с ЖУ-34 только по телефону. Я звоню вам из Красина, 47, Сырцево, у нас опять протекает крыша. Когда может какие-нибудь работы проводиться? Так, сегодня у вас чистили, так и не почистили, да? Крышу не почистили, сбили только сосульки. Так, в комнате протекает? Да, на пол. Протечка с крыши, да? Да. Извините, а когда будет все-таки проводиться эти работы, и когда устранят все? Ну вот я заявочку записала, Сабида подойдет, посмотрят. Придут, наверное, смотреть к вам протечку. Так вот с самого утра. И так постоянно говорят? Да, то есть они все равно не придут, они посмотрят, но ничего делать-то не будут. Ждите лето. Потом летом приходишь, они говорят, у нас денег нет на вашу крышу. Вот так, постоянно. Кормят обещаниями, да? Всегда. Надеемся, что ЖУ-34 перестанут кормить обещаниями жильцов по улице Красина, 47, и наконец-то начнут выполнять свою работу. Оксана Стяшкина, Игорь Волосков, программа «Авиатка Тудей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова